МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только самое главное об этом дне узнаете далее. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. Четверть века воли не видать. Россияне озвучили, как надолго хотят упрятать Савченко за решетку. Последнее европейское предупреждение. В Брюсселе украинским депутатам рассказали, куда идти и что делать. Раковые закупки. Чем Минздрав собрался лечить онкобольных детей? Начнем с судилища над Надеждой Савченко. Сегодня российская прокуратура озвучила, насколько хочет упечь за решетку украинскую летчицу. Как разыгрались аппетиты обвинителей в сфальсифицированном деле? И что им ответила сама Надежда со всеми подробностями заседания Данил Русаков? Речь прокуроров, которые в прениях попросили 23 года для Надежды Савченко, саму украинскую пленницу и ее адвокатов едва ли удивили. В том, что образцово-показательный процесс по замыслу должен закончиться как-то так. Говорили еще до начала слушаний по существу. Но сегодня Надежда дала понять, это бесконечная череда заседаний ни к чему. Если суд берет больше двух недель на вынесение приговора, который и так продиктован сверху, и так уже давно записан, то я включаю сухую голодоку с завтрашнего дня, и приговор вы будете выносить мне посмертно без меня. В прениях Надежда перешла на русский, как объяснила специально для экономии времени. Летчица себя виновной не признает, говорит, защищала свою страну, как и положено солдату. О возможном обмене на Ерофеева и Александрова Савченко вспомнила тоже. Я не считаю нужным ждать какого-то обмена. Если вы хотите политически решить это дело и взять своих двух виновных, ГРУшники, за одного невинного, то это слишком много. Я не предмет торга. Предполагается, что уже завтра выступление в Донецком горсуде закончится. Сколько времени уйдет на изготовление документа, который здесь официально требуют называть приговором? Станет ясно уже завтра. Именно тогда будет сообщена дата его оглашения. Из Ростовской области России Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. Чудо для беглого Януковича и его пособников не случилось. Европа не простила и не забыла их преступления. И продлила санкции против них. Кто в черном списке и как надолго? Выясняла Татьяна Лагунова. В санкционном списке Брюсселя 16 человек. Среди них Виктор Янукович, Николай Азаров, Сергей Арбузов, Андрей Клюев. Их активы в Европе будут заморожены еще год. Такое решение сегодня приняли постоянные представители стран-членов Евросоюза. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвек. По его же данным из черного санкционного списка исключена бывший министр здравоохранения Раиса Богатырева. Она якобы вернула деньги украинскому государству. Мы связались с журналистом по телефону и вот что он рассказал. Действительно, фамилию Богатырева убрали санкционного списка. По словам чиновников ЕС, она вернула средства, которые были украдены у государства Украина. По этой причине ее изначально внесли в список. А сегодня было принято решение исключить. Сейчас в перечне 16 человек. Решение послов в эту пятницу должны одобрить министры ЕС. А в субботу оно будет опубликовано в официальном вестнике Евросоюза и вступит в силу. Напомню, санкции против бывших украинских чиновников. Брюссель ввел в марте 2014-го и в прошлом году уже один раз их продлевал. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Но беглый легитимный и его братья пытаются брыкаться и хотят опротестовать санкции в суде. В частности, защита Януковича уже ведет такую работу в Люксембургском суде. Основанием может стать отсутствие в Украине на сегодняшний день досудебного следственного органа, говорит народный депутат Борислав Береза. Закон о Госбюро в силу вступил, но самого бюро нет. Уже вчера прокуроры столкнулись с законодательной коллизией. Суды отказались принимать их ходатайство для проведения следствия по ряду дел. Как объяснил прокурор Алексей Донской со вступлением в силу закона о Госбюро, следователи ГПУ утратили свои полномочия и все дела просто зависли, в том числе и по санкционному списку. Вчера же вечером генпрокуратура обратилась за разъяснениями в высшеспециализированный суд. Там уверяют, полномочия прокуроры не утратили, а суды просто еще не предупредили. В Люксембургском суде идет подготовка к тому, чтобы снять санкции с Януковича и его семьи. Делают это адвокаты семьи Януковича, так называемой семьи в кавычках, фактически пользуясь тем, что в данный момент в Украине отсутствуют следственные действия в отношении этих преступников. В прошлый раз Люксембургский суд обратил внимание украинской прокуратуры на недоказательную базу доказательств. Незважаючи на наборание чинности законом про ДБР 1-го березня, прокуратура имеет все основы продолжать досудовое расследование, поскольку подследовательность прав ДБР, которая предназначена в певной статье КПК, начинает действовать после начала деятельности Бюро. ДБР должен начать свою работу не позже 5 лет с дня наборания чинности КПК. То есть это 2017 год. Очень интересно, как будет на самом деле. Продолжат ли следователи прокуратуры собирать доказательную базу по коррупционным делам, расстрелам на Майдане и Януковичу и его компании? И будут ли они признаны в суде легитимными? Мы продолжаем следить за этой темой и будем сообщать вам все, что будем узнавать в подробностях. А в генпрокуратуре на допросе сегодня побывал бывший исполняющий обязанности генпрокурора Олег Махницкий. Вызвали его в качестве свидетеля по делам о событиях на Майдане. Точнее, по фактам превышения должностными лицами генпрокуратуры своих служебных полномочий, которые препятствовали этому расследованию. Напомню, Махницкий возглавлял ГПУ с 25 февраля по 18 июня 2014 года, сразу после кровавых событий на Майдане. В Одессе траурный митинг провели родственники людей, погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов. О чем говорили и какие требования выдвигали к властям, все в репортаже наших корреспондентов. Каждое второе число месяца они приходят сюда, на площадь Куликово поле. В руках фотографии их родных и друзей. У стен цветы и лампадки. Жертвами пожара в Доме профсоюза 2 мая 2014-го стали 42 человека. Участники траурного митинга недоумевают, почему виновники трагедии до сих пор не найдены. Есть люди, которые выжили в здании профсоюза. Есть свидетельства очевидцев. Есть съемки, предоставленные в следственное управление. Однако, то мы узнаем, что потеряли диски со съемками, то не теряют показания свидетелей. Расследование тех событий можно разделить на две условные части. Первая – гибель шести активистов в центре Одессы в самом начале беспорядков. Вторая – пожар на Куликовом поле. И если по первому эпизоду идет суд, среди обвиняемых два десятка антимайдановцев, то по второму тянется досудебное расследование. Сначала материалы забрали киевские следователи, теперь вернули обратно одесским. Родственники погибших уверены, направив расследование в Одессу, МВД просто хочет его окончательно похоронить под слоем всевозможных экспертиз. Оно тормозится просто по той причине, что все концы ведут в Киев. Все, что происходило у нас на Куликовом поле, было срежиссировано. Траурное мероприятие сегодня, между тем, не обошлось без скандалов. На Куликово поле пришли радикально настроенные активисты. Попытались помешать проведению митинга. Едва не дошло до драки. Уберитесь отсюда! Сам Господь вас накажет! Собидь знаменит! Сегодня мы пришли сюда! Бойцам Нацгвардии даже пришлось разъединить оппонентов к кордонам. В завершении митинга одесситы выпустили в небо черные шары. В память о погибших на этом месте. Екатерина Марченко, Юрий Красновский. Подробности телеканал Интер Одесса. Ускорить проведение беспристрастного расследования трагических событий в Одессе требует оппозиционный блок. С таким запросом к президенту и генпрокурору обратился глава фракции Юрий Бойко. По мнению политика, об умышленном затягивании расследования свидетельствует промедление в проведении следственных действий и экспертиз. Также известны факты физического и психологического давления на подозреваемых и судей. Из того, что мы сейчас видим, следствие действительно заблокировано. Следствие практически не ведется, а общество должно знать правду. Кто виноват в этой трагедии? Мы обратились к правозащитникам, которые готовят обращение в Европейский суд по правым человекам, потому что государство Украина не расследует сегодня гибель своих граждан должным образом. Я обратился к генеральному прокурору и обратился к президенту страны для того, чтобы были направлены силы на расследование этой трагедии и правда восторжествовала. Ночь в СИЗО, день на свободе, вечер в больнице. Азовцу Станиславу Краснову, обвиняемому в шпионаже, работе на российские спецслужбы и незаконном обращении оружия, сегодня снова не избрали меру пресечения. Почему на этот раз за процессом наблюдал Ярослав Кречко? Уже без конвоя и в окружении адвокатов Станислав Краснов появляется в суде буквально за минуту до начала заседания. Судья первым делом спрашивает его о здоровье. За несколько часов до этого диалога Краснов дал пресконференцию. Его отпустили еще в 2 часа ночи и стекли 72 часа, в течение которых по закону должны избрать меру пресечения. Уже на свободе он рассказывает о побоях и связях с иностранными спецслужбами. Вчера СБУ обнародовало телефонный разговор, который якобы подтверждает. Краснов передавал в Россию данные о маршрутах украинских военных. С приводом каких-то моих отношений с спецслужбами других стран, то все такие факты я сразу поведомлял невидкладно, соответствующим украинским спецслужбам. И ни на кого, конечно, кроме Украины, государства Украины, я ни на кого не представлял. Самое интересное, что обвинение просит суд арестовать Краснова по другой статье «Незаконное хранение оружия». Я не готов коментовать это. Есть тротил, есть предметы, на данный момент схожие на тротил и вибуховые устройства. Экспертиза проведена по гранатам и действительно вказано, что это гранаты боевого дня. Материалы по шпигунству есть в материалах криминального проведения, которые наданы. Но, в основном, я могу сказать, что это две доведки работников контрразвитки, где описывается так называемая злочинная шпигунская деятельность Станислава. Виновение невозможно вынести. И вот как отсутствие в ходатайстве упоминаний о шпионаже нам объяснили в СБУ. Те доказательства, которые у нас есть о причастности Краснова к шпионской деятельности, большая часть этих материалов, она на сегодняшний день имеет гриф «секретно». Сейчас, на сегодняшний момент, пока у нас нет еще решений экспертной комиссии, которая рассекретит, например, снимет гриф этой секретности, На это время исследователи решили ограничиться подозрениями, связанными с статьей 263. Но прежде чем решить, арестовать Краснова или нет, Фомида рассматривает заявленной защитой отвод судьи, которая должна избрать подозреваемому меру пресечения. Адвокаты уверяют, вчера их подзащитному отказали в медобследовании. Прокуроры иного мнения. Судья уходит в совещательную комнату, а Краснову снова вызывают скорую. Врачи проводят осмотры и спустя 15 минут подозреваемого увозят медики. А по итогам сегодняшнего заседания суд удовлетворил ходатайство адвокатов. Теперь автоматическая система выберет нового судью, который решит, брать ли под стражу Краснова на время следствия. Ярослав Кричко, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. Проверить информацию о том, что Россия доставляет оружие в Сирию на судне, купленном в прошлом году у Украины, требует нардеп Вадим Равинович. Он обратился в Генпрокуратуру и СБУ с запросом провести расследование и выяснить, каким образом украинский транспортный корабль Георгий Агафонов мог оказаться сначала в Монголии, а затем в составе флота Российской Федерации, но уже под другим названием, Казань-60. Упоминание о сделке фигурирует в публикации российского центра анализа стратегий и технологий. Эта же организация не исключает. По такой же схеме, возможно, был продан еще один украинский корабль, который сейчас находится в Новороссийске, под названием Кизил-60. Мы обязательно будем следить за ходом этого расследования и как только у нас появятся первые результаты, расскажем о них. А пока послушайте заявление политика. Я требую, чтобы нам ответили вот эти посадовцы на два вопроса. Первый. Кто разрешил корабль военный, который сегодня используется Российской Федерацией, продать в Монголию? Второе. Видели ли они Монгольский океан когда-нибудь? А в-третьих. Кто за это ответит? И сколько денег получил бюджет Украины? Апелляционный суд сегодня рассматривал дело патрульного Сергея Олейника. Именно от его пули во время погони за БМВ 7 февраля погиб 17-летний пассажир авто. Сегодня на заседание полицейский пришел с разбитой губой. Что с ним произошло и что решил суд, все знает Анна Каменева. Возле апелляционного суда акция в поддержку Сергея Олейника. Пришли его земляки, приехали люди даже из других областей. Мы его считаем невинным, потому что он был на работе, выполнил свой обязан. Ну а то, что так получилось, то это несчастный случай. Сам же Олейник на слушаниях появляется с разбитой губой. Говорит, сегодня утром на него напали другие заключенные в Лукьяновском СИЗО, где он находится последние 13 дней. Працівники СИЗО, можливо, випадково, але вони мене помістили в загальну камеру з іншими увязненими. Із викликами мусорти братвові зал на мене накинувся громадянин заключений і наніс мені декілька ударів. Працівники СИЗО, слідчого ізолятора, рекомендували мені написати пояснення, що я не маю претензій до кого, так як мене можуть не завести до суду. Прокуратура по этому факту ближе к вечеру открыла уголовне производство протяг сотрудників СИЗО, ну а на самом засіданні прокуроры стояли на своєм. Мол, подозрення Олейнику в умышленному убийстві обосновано. Ряд доказів, на які посилається сторона обвинувачення. Протоколи огляду місця події, в ході якого вилучено пістолет, із якого були здійснені постріли, протоколи огляду трупу, висновки експертів, висновок судово-медичних квартир. Жодного протоколу допиту. Ані потерпілих, ані підозрюваних, ані світ є. Тобто насправді, на той момент, поки ми не подивилися цей славетний в гадках відеозапис, то все це було фантазією. Адвокати требували відпустить Олейника під домашній арест или личні об'язательства, але прокурори настаивали на содержанні його підстражей. Які дані свідчать про наявність конкретних фізиків? Що може знищити? Наприклад, автомобіль. Відтогі обвинення запуталось в своїх ж об'язненнях. Водій БАВ за час переслідування двічі зупиняв авто. Якраз під час однієї з таких зупинок відбувся смертельний пост. Установлено вже органу досудового розслідування. Саме який постріг був причиною загибли. Ніваше, що наразі проводиться ужасна відпочинка. А чому ж тоді в питаннях підозрювань? В якій позиці стріляли? Ви написали конкретно 1 година 43.30 в вулиці Севка. Висловив сторони, суд додалився в совіщальну комунату, а через минут 15 вынес вердікт. Отпустить Олєйника під круглосуточний домашній арест. Дякую, будь ласка, збільняйся відпочиня. Це дає мені можливість збачитися зію мамою, з рідними, з близькими. Про перемогу це ще рано говорить. Після суда Олєйника відвезли дому, де наділи на нього електронний браслет. Под домашнім арестом він пробуде до 17 апреля. Анна Каменева, Іван Єрмаков, подробності, телеканал «Интер». Тем временем київська прокуратура требує більш сурової меры пресечення для водителя злосчастного БМВ Ростислава Храпачевського. Напомню, накануне судьи отпустили його под личное обязательство. При этом наложили запрет на присутствие Храпачевського в местах, де продається алкоголь, і даже обязали його найти роботу. Начали ли подозреваемий выполнять решення суда, узнавал Єгор Логинов. Сегодня прокуратура подала апелляцію на решення суда отпустить Храпачевського под личное обязательство. Сторона обвинения считає це слишком рискованним. Правоохранители требують посадити водителя БМВ под круглосуточний домашний арест. Адвокат Храпачевського Александр Вольвак утверждает, его подопечный уже выполняет решение суда. На данный момент Ростислав находится у себя дома, в городе Бойерка. Мы активно ищем работу сейчас, и в течение дня-двух он устроится на работу. Насколько законопослушным является Храпачевский, мы попытались узнать у его соседей. Но в Бойерке ситуацию комментируют неохотно. Чаще всего просто отворачиваются от камеры. Ну я не видела, например, никогда, чтобы он употреблял. Я его маленького на ручки брала. Кто не работает, тот не ошибается. Мать Храпачевского сообщила нам, что ее сын сейчас дома, отсыпается. Нашел ли Ростислав работу, ей точно неизвестно. Пока Храпачевского подозревают только в сопротивлении полиции. Еще два производства в отношении водителя БМВ о наркотиках и угрозе жизни полицейскому на стадии рассмотрения. Пока по этим статьям Храпачевского допросили как свидетеля. Егор Логинов, Анна Каменева, Юрий Романюк. Подробности телеканал Интер. На Мариупольском направлении за последние сутки были ранены двое украинских военных. Оба бойца получили осколочное ранение в результате обстрела боевиков. Несмотря на близость дня очередных переговоров в Минске, противник не снижает своей активности. В ход идут даже 120-миллиметровые минометы. Все подробности далее расскажет наш военкор Станислав Кухарчук. Утром в окрестностях поселка Гнутово дежурят машины ОБСЕ. Бои здесь не утихали последние несколько дней. Наблюдатели приехали зафиксировать, с чьей стороны открывают огонь. Руководили группы, объясняют все без переводчика. У нас есть официальные люди, которые дают интервью. Мы пока наблюдаем и докладываем. Но вот сегодня на позициях возле Гнутово удивительно тихо. Наши военные говорят, картинка для наблюдателей как по заказу. Хотя накануне ночью в бойцов летели гранаты, пули и даже мины. Вверху снаряд разрывается и маленькими шариками оно рассыпается дальше. Никого не зацепило, нигде ничего. Все обошлось, все хорошо. Живы, здоровы все. Это самое главное. О том, что здесь было жарко, понятно и без слов. На позициях воронки от разрывов и множество осколков. Дважды нашим ребятам приходилось даже открывать ответный огонь. Ну, на вечер, ночь должно хватить. Боец с позывным физрук набивает пулеметную ленту. Ночью противник подошел очень близко. Патронов едва хватило. Пока на позициях более-менее спокойно, бойцы пытаются укрепиться и глубже зарыться в землю. Враг активно применяет артиллерию. Окопы и блиндажи единственная защита при этом. После недавней бомбежки, окопы засыпались, ну, было то сами понимаете. Ну, нужно сделать, но наша такая работа с опором. Время находится и для более приятных занятий. Евгений сегодня прямо на передовой получил награду от командира. Отличие министра обороны. Боевая награда получилась на передовой. Так точно. За два года бездоганной службы, войны. Таких моментов, говорит командир, хотелось бы побольше. Награды поднимают и настроение, и боевой дух бойцов. Каждый военнослужащий, независимо от его военнослужащего звания, ранга, достаточно приятно отримать заслуженную награду. Особенно, если эта награда вручается, как сегодня, нашему боевому брату на передовой. А высокий боевой дух ребятам сейчас крайне необходим. Ситуация под Мариуполем с каждым днем только обостряется. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. В Минске договорились об очередном этапе нормализации отношений на линии соприкосновения. Об этом сообщил спецпредставитель миссии ОБСЕ Мартин Сайдик. На этот раз договоренности касаются разминирования. Стороны обязались до конца марта составить карты территорий, которые в ближайшее время нужно очистить от взрывчатки. Второй пункт о запрете на проведение учений с любыми вооружениями вблизи линии соприкосновения. Эта договоренность должна вступить в силу уже послезавтра. Кроме того, Мартин Сайдик высказался по поводу местных выборов на Донбассе. Он заверяет, что голосование в отдельных районах Донецкой и Луганской областей состоится уже в течение этого года. Питание для армии будут закупать на открытом тендере, заверил сегодня на заседании Кабмина Арсений Яценюк. По словам премьера, до сих пор на поставках продуктов для военных сидели 4 фирмы, которые завышали цены и предоставляли некачественные услуги. Правительство также одобрило проект закона о рынке электроэнергии и рассмотрели предложение Минобразования создать на базе малочисленных образовательных учреждений опорные школы. Закончить заседание, кстати, Яценюк поручил вице-премьеру Вячеславу Кириленко, а сам ушел на встречу с президентом. Результаты закрытой встречи украинских нардепов с представителями ЕС озвучил на своей странице в Фейсбуке лидер парламентской фракции БПП Юрий Луценко. По его словам, европейцы все осторожнее относятся к вопросу об отмене виз для украинцев на фоне миграционного кризиса. При этом решения по безвизовому режиму по-прежнему блокируют голландские политики. В Нидерландах еще не прошел референдум по этому вопросу. Другой тревожный сигнал. Европейский бизнес устал от санкций против России и всячески лоббирует их отмену или послабление. При этом европейцы озвучили целый ряд требований к украинскому политикуму. По словам Луценко, они рекомендуют уже в ближайшие недели сформировать новую коалицию и правительство. До трех месяцев выделяют на то, чтобы очистить государственные монополии от партийных и олигархических ставленников. Иначе, как выразился Луценко, Украину ждет фиаско. С начала выполнения обещанного и отчета, а уж после своего слова по безвизовому режиму, Украина скажет Еврокомиссия. Тогда же и предоставит рекомендации Европарламенту и Совету ЕС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Тове Эрнст. Политик выразила надежду, что это произойдет в скором времени. Ранее, напомню, в Европарламенте решили рассматривать вопрос безвизового режима для Грузии и Украины отдельно. А пояснять, почему и как это повлияет на шансы Киева, в Европе не стали. Борьба за право уйти без боли. В Кировограде активисты и врачи требуют создать хоспис для безнадежных больных. По их информации, сегодня несколько сотен онкобольных в области не имеют доступа к обезболивающим препаратам. Кто и почему экономит на морфине для умирающих, узнавала Елена Брынза. Красивая, стройная, с улыбкой на лице. От прошлой жизни остались только фото. Сейчас в Татьяне 55 диагноз рак – последняя стадия. Трижды в день к ней приезжает бригада скорой, вводят морфин. Это недостаточно, говорит женщина. Боль с каждым днем все сильнее. А в начале зимы врачи сообщили, что морфина нет вообще. В бюджете закончились деньги. Не было их и у больной. Помогли волонтеры, собрали пожертвования. Только в феврале чиновники из облздрава отрапортовали. Финансирование из госбюджета поступило. Морфин закупили. Татьяна переживает, надолго ли его хватит. Я получаю 1246 гривен. Это пенсия. С этим морфином пока мы еще решили. Хотя меня очень мучает вопрос, надолго ли это. Может, через полгода меня снова поставят перед фактом. Денег нет. Женщине предлагали лечь в больницу, но препаратов не хватает даже тем, кто доживает свои дни в стационаре. Это видео сняла Валентина Краснобаева. Обезболивающее для сына она покупала сама. Сама и уколы делала. Сейчас я там, где обезболивающее. Сейчас сыночек подожди. Врачи и волонтеры собрали статистику и утверждают. В Кировоградской области около 700 человек со второй и третьей степенью рака. Но только единицы имеют силы, чтобы добиваться по инстанциям бесплатных обезболивающих препаратов. А вот чиновники в облздраве проблем не видят. По их данным, в обезболивании нуждаются не более трех десятков человек. На сегодняшний день все, которые требуют лечения обезболивания, эту помощь получают. В этом году Кировоградской области на закупку опиатов из государственного бюджета выделили 400 тысяч гривен. Для 30 больных достаточно, но не более. То, что их данные о нуждающихся в опиатах и данные облздрава отличаются в разы, волонтеры поясняют так. Семейные врачи не назначают морфин, потому что боятся ответственности и экономят бюджетные средства. Сохранились просто старые модели работы. Сохранилось отношение, которое, ну скажем так, основывается на том, что наркотики это в любом случае плохо, а терпеть боль это норма. Ну, что на самом деле, как бы, ну, не является реальностью, не является правдой и нарушает права пациента. Волонтеры и врачи заявляют, городу нужен хоспис, где все неизлечимо больные могли бы получить помощь. Тогда и утаить масштаб проблемы станет невозможно. Построить современный хоспис за собственные деньги обещал мэр Кировограда Андрей Райкович. Правда, это было до выборов. Узнать, помнит ли он о своем обещании, не удалось. Вот уже несколько дней градоначальник на больничном. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер Кировоград. А чем лечат онкобольных детей в Украине? Эксперты утверждают, медикаменты не сертифицированы в Европе, и дети фактически становятся подопытными. Подробности провели свое расследование. Сюжет смотрите во второй части программы. Кроме того, вы увидите еще и такое. Карантин для взяточника. Как тернопольскому главврачу, погоревшему на взятке, удалось вернуться в свой кабинет? Дороги позора. Подробности измерили глубину ям на трассах государственного значения. Американские горки. Кого похоронил, а кого вознес. Супер вторник. Со взяточника врача, как с гуся вода. В Тернополе вот уже год безуспешно пытаются довести до суда резонансное дело о взятке. Каким образом подозреваемый в коррупции сумел сохранить за собой кресло и даже вернуться к своим профессиональным обязанностям, знают наши корреспонденты. Это оперативное видео. И вот почему после задержания врач внезапно заболел. Уголовное производство приостановили. Родные врача попросили разрешения выехать за границу для лечения. Пока вопрос решался, врач сбежал из стационара. Родные врача. Доехал он только до Львова. За Львовом, где-то под Львовом, машина ГАИ перекрыла просто дорогу реанимобилево и заставила его развернуться в Тернополь. В Тернополь они привезли его под суд. Но до суда врача опять не довезли. Снова госпитализировали. Десять месяцев Игорь Варденец находился на больничном, а вчера вышел на работу. Коррупции в своих действиях не находит. Мол, полученные деньги – это долг, который ему вернул знакомый. Было желание довезти, что я куда-то пытаюсь втекти. Мне этот суд больше нужен, чем тем, кто хочет что-то сделать. Или меня отстанавливать от работы, или рейдерством, таким образом, захопить всю работу, на которой я 35 лет работаю. Есть где-то десяток желающих. Мне про это говорят. Сегодня утром Игорю Варденцу правоохранители вручили ходатайство явиться в пятницу на допрос. Врач уверяет, на этот раз обязательно туда поедет. Конечно, если опять не придется лечь в больницу. Приходит следователь, приносит постановку, про то, что в пятницу хочет меня видеть на этом. Я с адвокатом в пятницу у него буду, потому что я ее отримал. Я сегодня вышел на работу. Как я могу? Завтра мне скажут, что я снова ляжу в лекаре. Прокуратуре не исключают, что так и будет. Подозреваемый использовал все возможные сроки для нахождения на больничном. Чтобы его продлить, специально вышел на работу на несколько дней. Поэтому в прокуратуре спешат возобновить дело. Звернулися сегодня, 2 березня, профессионально-прокурорского питаниям до суду про отсторонение взаиманной посадки. Вказанный злочин относится до тяжких. Самое покарание предоставлено вказанной статьей от 5 до 10 лет позбавления воли. Пока следователи реанимируют дело, Игорь Варденец успел обратиться в суд с требованием расследовать факты провокационных действий со стороны сотрудников полиции по отношению к нему. Суд обязал прокуратуру провести проверку. Катерина Марченко, Жанна Дучак, Максим Кирилев, телеканал Интер, Тернополь. Доведенные до отчаяния преподаватели ПТУ готовы перекрывать дороги, чтобы на них, наконец, обратили внимание. Уже третий месяц персонал нескольких десятков таких учебных заведений не получает зарплаты, а студенты стипендию. Лидия Калинина продолжит эту тему. Понютинский аграрный лицей – это уникальное учебное заведение не только для Лозовского района, но и, пожалуй, для всей Харьковской области. Здесь колоссальные территории. 230 гектаров земли, своя сельхозтехника, свои поля и 28 собственных зданий. Все это сейчас на грани банкротства. Директор лицея за голову хватается. Два месяца сотрудники без зарплаты, а студенты без стипендии. Коммунальные долги растут, как на дрожжах. 18 тысяч теплопостачания, 5 тысяч – это водоводведение, Харьковобленерго – 28 тысяч, Харьковгазбуд – 720 тысяч и стипендия – 205 тысяч 216 гривен. Еще и уведомление получил. Завтра с долги в лицея отключат газ. Схожая ситуация была приблизительно 1993-1925 роков, когда сотрудникам не выплачивали зарплату на протяжении 8 месяцев. Но тогда у нас не было проблем с энергопостачанием. А началось все в январе, когда страна стала жить по новым бюджетам. Согласно ему, финансирование ПТУ переложили на плечи местных властей. В Лазовском горсовете денег на лицея не нашли, ведь это пятая часть всего городского бюджета. Депутаты еще раз уважили все возможности свои, то есть возможности бюджета. И снова-таки сделали выяснение, что мы не можем позволить себе такие выдачи в таких суммах. И уже третий месяц все дружно пишут письма. Лицея местным чиновникам, те областным. А там только руками разводят. Четко написано, что училища, которые находятся на территории городово-областного значения, должны финансироваться из бюджетов городово-областного значения. Впрочем, в феврале Верховная Рада приняла поправки к закону и вернула ПТУ на баланс госбюджета. Но документ все еще не подписал президент. Так что профтехучилища выкручиваются как могут. Просят местных предпринимателей помочь продуктами для учеников. Но тем даже доехать до лицея не на что. Платить каждый день по 10 гривен только на дорогу. Без стипендии. Хотя бы если было бы стипендии, было бы на проезд. Терпение сотрудников лицея лопнуло. Сегодня они вместе с учениками вышли на пикет. Как жить дальше? Что ты скажешь детям? Сказать нечего. Помочь нечем. Потому что один. А власть наша не понимает. Им хорошо и хорошо. А ты как хочешь, так и живи. В учебном заведении говорят, если их не услышат, будут перекрывать трассу. Сначала на Харьков, а потом и до Киева дойдут. Хочу вернуться, я не знаю, до пана, шановного пана премьер-министра, до шановного президента, пана Порошенко. Разгляньте наши вопросы. Это, поверьте, это крик души. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьковская область. Говорить о качестве украинских дорог можно до бесконечности. Ведь их у нас просто нет. Существует ли хотя бы призрачная перспектива, что наши дороги дождутся капитальных ремонтов? Кто должен выделять деньги? И сколько их нужно? Наши корреспонденты проехались по трассам государственного значения в разных областях. Вот посмотрите, что увидели. У шиномонтажников Токмакского района Запорожской области перекуры редкость. Каждый день водители с погнутыми дисками буквально выстраиваются в очередь. Вот рихтуешь, да, вова? Абода. Приходится. Ударяются. Очень плохие дороги, да. Дорога на Мелитополь. Здесь впору сдавать экзамен по экстремальному вождению. О дорогах или хорошо, или никак. Вот про эту дорогу никак. Как такового ремонта нет. Вот это вот засыпают. Щебень отсел. Ну, там, раз в полгода. 90% дорог в Запорожской области нуждаются в капитальном ремонте. Но денег не хватает, даже чтобы залатать ямы. Делают это в долг. На сегодняшний момент мы зависим от того, каким образом при создании госбюджета нам какой лимит будет выделен. Трасса Львов-Самбар-Ужгород. Проехать по ней в прямом смысле дорогого стоит. Яма на яме и колеса чуть не выскакают тут. Вот так идешь 10-20 километров на годину. Бачите, как машины помаленько едут. Вот такая у нас дорога. Тут даже на велосипеде проехать непросто. Если дядя тут в яму скотчится, то знаете, кто уважает ночи, то кто не уважает ночи, то попадаешь в яму, треба дорогу рубить. Дорожники говорят, в прошлом году из госбюджета пришло 6 миллионов гривен. Этого даже ямы залатать не хватило. О капитальном ремонте и речи нет. Сейчас просят у Кабмина 250 миллионов. Ответа нет. Спасти могут таможенники. В феврале они перевыполнили план по сборам. Половина денег ушла в госбюджет, половина в областной. Это 50 миллионов гривен. Их решили потратить на ремонт Ужгородской трассы. Вернее, только 10-ю километров. Работы, которые мы начнем по Львову-Самбюшу, Ужгород, от Самбура до Закарпатской области, мы все-таки будем выполнять за счет митного финансирования, митного подпитывания. А это Днепропетровская область. Трасса на Кировоград. Все 200 километров испытания и для водителей, и для автомобилей. Глубина ям до 30 сантиметров. Разбитая, убитая, ямы кругом. На легковой я не знаю, как там вообще проехать. Обочина усеяна колпаками от автомобильных колес. Вылететь в кювет проще простого. Одну аварию видел, вылетел, потому что попал в яму. Там только танком ездить. В облафтодоре не скрывают. Из 9 тысяч километров дорог только 300 соответствуют стандартам. Их покрытие толщиной 60 сантиметров. И даже на ямочный ремонт денег из госбюджета приходит слишком мало. В прошлом году было выделено 150 миллионов. Потребность? Ну, потребность минимальная, где-то хотя бы хоть 350. Дорожники сокрушаются, водители им не верят. Разбитые трассы становятся непроездными. Ведь большинство из них капитального ремонта не видели по 30 и более лет. Наталья Грищенко, Сергей Бордюжа, Кристина Гошенко. Подробности телеканал Интер. Скандал вокруг закупки лекарств для онкобольных детей набирает обороты. Кто оказался замешан в тендерных поставках в Украину препаратов сомнительного качества? И кто хочет заработать на здоровье детей? Разбиралась Елена Митясова. Эта история со скандальной закупкой лекарств для украинских онкобольных детей могла бы никогда не всплыть, если бы не случай, говорит Лариса Лавренюк, руководитель благотворительного фонда. Она член рабочей группы Минздрава по детским препаратам. И на днях в ее руки попал список закупок медикаментов для Украины международными организациями. Среди этих препаратов там есть хорошего, то есть признанного качества, европейского качества, те, которые использовались. А есть ряд препаратов, которые ранее не применялись у нас, в нашей стране. Как оказалось, даже подозрения небеспочвенной, сомнительной позиции препаратов индийского производства не зарегистрированы и вообще не используются в развитых странах. О них нет никакой информации. Неизвестное то, прошли ли лекарства клинические исследования. Мы их будем опробовать, получается, на наших детях. И мы не знаем, какая будет реакция. Министерство охраны здоровья, когда провозглашало вот эти вот международные закупки, акцентом было на то, что будут качественные препараты закупаться. Где качественные препараты? Но самое интересное выяснили в медконтроле. Поставлять из Индии непонятные лекарства будет некая компания Нортон Украина. Тендерный чемпион времен Януковича, возглавляемая Борисом Литовским. Пять лет назад он уже засветился в подобном скандале, поставляя в Украину из Индии мел вместо таблеток. Говорят эксперты, тогда его устранили с рынка. А вот в феврале этого года очередная его поставка. Единственная поставка проводилась в Нортон Украина, которая связана с Борисом Литовским. Ситуацию еще можно исправить. Если до 20 числа Министерство здравоохранения не согласится с тем перечнем, который на данный момент есть, и будут присмотрены требования, и соответственно могут быть закуплены другие препараты. В Министерстве здравоохранения скандал вокруг поставок называют фарсом и клеветой. Говорят, четыре сомнительных препарата уже проходят государственную экспертизу. Ну мы будем ждать, пока адрес нам не даст свой выставок, насколько это... Потому что они регистрировали, а регистрация это значит, что препараты признаны как эффективные и нормальные. Волонтеры же на международной организации не нарекают. Говорят, это дело хорошее, но в прописанном украинном законе есть ряд системных ошибок, которые позволяют насыщать фармрынок некачественным товаром. А пока закупки будут в ручном и закрытом режиме, гарантия, что завтра кто-то из нас не станет подопытным кроликом просто нет. В Британии, к примеру, есть даже специальная служба, которая занимается сертификацией лекарств. Если препарат полностью новым и были только исследования в другом стране, безусловно, что нужно пройти сертификацию как нового препарата, как нового. Если препарат уже был вживанный, а только есть другой выпускник, тогда, соответственно, вопрос стоит про качество продукции этого препарата. В Израиле к сертифицированию лекарств относятся очень ответственно. Там не сертифицированных препаратов просто нет. Любое лекарство, которое поступает в израильский рынок, прежде всего проходит сертификацию в Министерстве здравоохранения. После этого лекарство можно ввозить в Израиль. Когда лекарство ввозится в Израиль, то прежде чем разгружают судно, на котором его привезли, поступает в лабораторию Министерства здравоохранения партии этого лекарства, и они проверяют его соответствие стандартам. Если медпрепарат соответствует ГОСТам, а в Израиле требования очень жесткие, разрешения дадут. Чем руководствовались украинские чиновники, подавая международную организацию номенклатуру с неизвестными индийскими лекарствами? Ведь об этих препаратах нет абсолютно никаких данных об использовании в других странах. Хотя в Украине они уже зарегистрированы, сертифицированы и одобрены Минздравом. Елена Митясова, Светлана Чернецкая, Сергей Ауслендер, Алексей Шматов, Сергей Келемник. Подробности в телеканал Интер. СовбесООН ужесточил санкции против Северной Кореи. Резолюцию о новых ограничениях приняли единогласно. Это ответ на ядерное учение Пхеньяна 6 января. Дополнительно санкции ввели еще против 17 официальных лиц и 12 учреждений КНДР. Также решили тщательно проверять все грузы, следующие в Северную Корею или же из нее в Пхеньян запретили поставлять авиа и ракетное топливо, а также передавать стране что-либо, что может быть использовано для ядерных экспериментов. Кто сыграет молодого Обаму и за что немцы решили наказать Фейсбук? Об этом и не только. Посмотрите в нашем обзоре. Фейсбук вне закона. В Германии федеральное ведомство по картелям возбудило дело в отношении ирландской дочки и немецкого представительства соцсети. Теперь их проверяет антимонопольное ведомство. Крупнейшую социальную сеть подозревают в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и злоупотреблении личными данными пользователей в рекламных целях. В Фейсбуке все отрицают. Самый длинный перелет. Арабская авиакомпания установила рекорд по дальности и длительности рейса. Без единой посадки ее Аэрбаз А380 преодолел более 14 тысяч километров из Дубая в Новозеландский Окленд и пробыл в воздухе 17 часов 15 минут. Ранее рекорд беспосадочного перелета принадлежал австралийской авиакомпании. Два года назад она запустила рейс из Сиднея в американский Даллас. Расстояние между этими городами чуть меньше 14 тысяч километров. Еще один рекорд. На орбите установили американец Скотт Келли и россиянин Михаил Корниенко. На Международной космической станции астронавты провели почти год и приземлились в Казахстане. В космосе они исследовали, как длительное пребывание на МКС влияет на человеческое тело. Состояние Скотта Келли ученые сравнят с физической формой его брата-близнеца Марка, который остался на Земле. Кроме того, высадят семена руколы, которые год находились в условиях невесомости. Три года колонии за богохульство. Такое наказание может получить российский блогер из Ставрополя. Полтора года назад Виктор Краснов в комментариях в соцсети написал, что Бога нет, а Библию назвал сборником еврейских сказок. Собеседник Краснова, студент юридического факультета, подал на блогера в суд. Лингвистическая экспертиза обнаружила в высказываниях оскорбление чувств верующих. Краснова судят по новой редакции статьи Уголовного кодекса, которую приняли после дела Пусси Райет. Нью-Йоркский митрополитен расширяется. В музее появился новый отдел, посвященный современному искусству. Там уже подготовили экспозицию для посетителей. Отдельно создали художественное пространство для музыкантов. Ценители Прекрасного новое крыло музея смогут посетить уже 18 марта. Найден актер на роль молодого Обамы. Американского президента в новом фильме «Барри» сыграет новичок киноиндустрии Деван Террелл. Роль Барака Обамы станет второй в его карьере. До этого Террелл участвовал в сериале «Нормы поведения». Биографическая картина о временах, когда Обама учился в Нью-Йорке. Снимать ее начнут в конце марта. Но американцев, да и весь мир, конечно же, больше волнует не кто сыграет, а кто сменит Обаму. Кое-какие прогнозы можно сделать после вчерашнего супер-вторника. Накануне сразу в 11 из штаток состоялись праймерис, внутрипартийные выборы. Кто празднует победу, с подробностями из Вашингтона наш собственный корреспондент Тихон Цитко. Подсчет голосов уже завершен почти во всех штатах. И расклад очевиден. Фавориты Дональд Трамп и Хиллари Клинтон упрочили свое лидерство. Бизнесмен Дональд Трамп одержал победу в 7 штатах из 11, где накануне проходили праймерис. В частности, в Вирджинии, Алабаме и Вермонте. На собрании республиканской партии, которая состоится в июле, и на котором и будет определен кандидат, он теперь может рассчитывать на голоса 316 делегатов съезда. Поэтому показатели он опережает Теда Круза, сенатора от Техаса, почти на 100 голосов. Круз накануне одержал верх в родном Техасе, в Оклахоме и на Аляске. Сенатор от Флориды Марко Рубио выиграл лишь в одном штате Миннесота. Трамп уверенно движется к победе в праймерис. Более того, похоже, не сомневается и в успехе на президентских выборах. Я буду отличным президентом, особенно для нашей страны, у которой серьезные проблемы. В Америке все катится в ад. Инфраструктура, дороги, школы, медицина. Так что мы должны построить нашу страну заново, и вы будете гордиться мной. Как остановить Трампа? Этим вопросом сейчас задаются не только его оппоненты из демократического лагеря, но и республиканцы. Поскольку очень многие в партии не хотят его выдвижения. Он сам по себе, и у элиты республиканской партии нет возможности его контролировать. Сейчас он безусловный фаворит, однако в ближайшие недели его позиции еще могут пошатнуться. Особенно, если остальные кандидаты объединятся. У демократов ко движению президентом после вчерашнего супер-вторника уверенно идет бывший госсекретарь Хилари Клинтон. Накануне она победила в семи штатах. Ее оппонент, сенатор Берни Сандерс, в четырех. По числу делегатов июльского съезда демократов Клинтон опережает Сандерса почти в три раза. Это может прозвучать необычно, но я не устану повторять. Америке сегодня нужно больше любви и доброты. Именно это нам поможет. Вместо того, чтобы строить новые стены, мы будем ломать все барьеры, чтобы давать людям возможность реализовать их потенциал. Еще не до конца подсчитаны голоса после вчерашнего голосования. Кандидаты уже продолжают агитировать избирателей. Ведь всего через три дня новые праймерис у республиканцев в четырех штатах, у демократов в трех. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. У меня на этом сегодня все. Спасибо, что смотрели подробности. Обязательно увидимся в этой студии уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин